Всем привет! Люда, USA, New York. Хочу сделать видео с Мариной. Всем привет! Как делать-то вот так? Сразу хочу сказать по поводу предыдущего видео, которое у меня закончилось внезапно. Это у меня батарейки сели. Видео было про тренажерный зал, в который я записалась. И представьте себе, мы все проходили мимо, и я пошла, как держатель специальной карточки, я могу привезти гостя. И я повела туда Марину. Сейчас она поделится впечатлениями своими. Как ей там массажные кресла чудесные и массажная кровать. Как тебе, Марин? Прилично, да. Я много видела таких заведений в Америке. Неплохое, да. Неплохое? Она была в восторге. Она была в восторге. Слушай, ты супер сдержанная, и не там, где надо. Мало того, если бы это было так себе, она бы не записалась. Она записалась, записалась в этот зал. Я записалась. Это, в принципе, известная ферма. Просто это открылось все новое. Почему не попользовалась, пока не стала старым? Все новое, душевые новые. Вот та кабинка с сиденьем, это как-то... Двигайся ближе, что-нибудь. Вот та кабинка, где я деревянную лавку показала, это люди, чтобы вышли из душа, и вот на той деревянной лавочке, чтобы они могли сесть... Как же мне сделать? Ты так, что ли? Так скажешь. Вот. Короче, вот эта кровать, это такой каскад, ты можешь выбирать от головы до пяток, или же ты можешь выбрать себе только верхний плечевой пояс, или можешь выбрать себе поясницу. В общем, ты там себе хозяин, выбирай туда, куда тебя будет бить. Я не знаю, как это объяснить. Это такой сильный, хороший массаж. А там снимать видео разрешается? Разрешается. Можем снять как-нибудь. Ну, так лучше показать, чем рассказать. Долго я так не смогу держать это... Сейчас, одну секундочку, сори. Все вживую, все вживую. Не знаю, как быть-то мне рукаву станет. Ну, короче, в общем, мы в восторге, мы там с ней сделали массаж на креслах, массаж на кровати, в общем, все супер. Вот так надо, вот. Это получается прямо напротив тебя. Ну, поверни-ка себе немножко. Вот. Какое я хочу сделать видео? На тему... Меня зацепили два комментария, которые были под двумя разными видео. Мне они очень понравились. И я хочу сегодня на эту тему просто коротенько поговорить. Значит, одна девушка, по-моему, у нее... Ник Мулатка. Мулатка. Она написала такой комментарий, что у нее папа... Марина не знает. Это я просто ее... Я не читаю, нет. Нет, она не знает, просто я посадила, говорю, давай сейчас выскажу свое мнение. В общем, наша любимая тема 50 плюс, 40 плюс. В общем, девушка, женщина молодая пишет, что ей 55 лет. Она вышла на пенсию, кстати, интересно. 55 лет вышла на пенсию. У нее всегда была мечта уехать в Канаду, потому что когда-то в ее ранней юности папе предлагали служить в Канаде или служить, или по контракту работать, что-то такое. Не получилось у них, но мечта осталась. И вот она теперь выходит на пенсию, и она говорит, что как бы вот такая у нее несбыточная мечта была, она все равно хочет ее реализовать и переехать, жить в Канаду. И она говорит, я согласна быть уборщицей, няней, домработницей, кем угодно, но я хочу послужить стране своей мечты. Вот это интересно. Вот. И, в общем-то, вот мне показалось это интересное. Ну, конечно, я направила ее в гугл, на форумы. Говорю, ищите форумы на эту тему. Я знаю, что туда переезжают по... Если набираешь определенное количество баллов... У меня рука так долго не выдержит, устанет. Так, ближе, ближе. Тебе надо подержать? Ну, у тебя будет дергаться. Что делать-то, я не знаю. Я не знаю, почему не получается. Мы шли хозяева. Ты сама поганила. Вот. Ну что, Марин? Как ты думаешь? О чем? Вот насчет этого комментария. Что она всю жизнь до 55 мечтала уехать в Канаду. Ой, какая ты злая. Я не злая. И до сих пор не знает, как это сделать. Там же есть... Да, еще она сказала, что она походила на языковые курсы. Классно, да. Тем более, она должна была прочитать в интернете, что в Канаде есть так называемый independent immigration. То есть тебе не нужно быть там беженцем, либо члена семьи иметь, гражданина Канады, какие-то по религиозному беженству. Может, снимем очки. Да. А для этого нужно иметь определенную сумму на своем счету, среднее, техническое или высшее образование. Там нужно набрать определенное количество баллов. Не иметь уголовного прошлого. Нет, там нужно набрать определенное количество баллов. Может быть, я и перечисляю эти баллы, как они называются. Да, да, да. Хорошо. Это же не просто 1, 2, 3, 4, а то, что я перечисляю. Вот. И то я перечисляю, наверное, не все, но то, что я знаю. То есть почему в 55 лет достойная девушка это не сделала, не знаю. А я вот что думаю, я за эту мулатку, согласную Нику. Она молодец, пусть переезжает, пусть пытается. Ну, почему нет? Я же тоже не сказала. И вот смотри, что интересно. Вот ее видео, ее комментарии и еще одной комментарии мне как озарение получилось. Я поняла, почему Путин и вся его команда, почему они вели 60 лет теперь на пенсию. Потому что если люди будут уходить 50-55 лет, 50 лет уходили раньше. Они все уедут в канал? Нет. А куда-нибудь угодно, куда угодно. Ань, смотри, что было раньше получалось, вот когда в стране такой кризис, то все. Значит, что получается, что... Может, мы пойдем тут на нас подстараться? Они как раз проходят, а мы остаемся. Значит, что получается. Что если, когда раньше люди по льготам уходили в 50, а по нельготам 55 лет, они еще полны сил, энергии, здоровья. Кстати, да, она написала, вот, она еще что написала, что здоровья у нее и сил, энергии очень много, и красотой бог не обидел. И я подумала, что если женщина российская, которые обычно снижают, понижают свои достоинства, не склонны считать себя красивыми, хотя даже если они все там конфетки, вот, если она так написала, то она точно красавица. Вот. И что получается? Если раньше уходили люди в 50 и в 55, по льготам в 50, по нельготам в 55, они еще были полны сил, энергии и желания что-то сделать, подушка безопасности в виде пенсии уже есть, и они уезжали, кто куда, кто в Канаду, кто в Польшу, кто в Финляндию, кто в Англию, кто куда, где, кто как приживется. Вот. То есть что получается-то? Путин хочет, вот, чтобы не кормить ему никого, вот таких сильных, энергичных, так далее, пусть еще работают, а потом сидят дома в 60. Скажи, пожалуйста, почему Путин должен кормить кого-то? Ой, все ясно, это не в теме, это не в теме, это не в теме. Я, я, да, я не... Ну, короче, ладно, давай, давай про мулатку, что ты думаешь? Что я думаю, ну, что я верю тебе, первое, что я верю тебе, что Бог ее не обидел ни красотой, ни... Поближе садись. Ни чем еще, что ты там перечислила? Полна сил, энергии, здоровья. Энергии, да. Единственное, чем обидел Бог такую женщину, с моей точки зрения, это способностью осуществлять свои мечты. Никогда не поздно, никогда не поздно. Сейчас мы будем, я буду мотивировать. Ох, ах, идут в поход. Да. Вот, значит, пусть она не сложилась, не получилась. А сейчас пусть пытается, в 55, ну и что? Пусть пытается. Пусть пытается. Да, и еще она написала, что она из каких-то там холодных российских регионов, и морозы Канады ее не пугают. Прекрасно. Готова делать что угодно. Прекрасно. Хороший настрой, пусть едет. Главное, в принципе, что-то делать в своей жизни, а не только хотеть. Главное, чтобы она шла в это направление. Да. Бегите в своем направлении. Не можете бежать, идите. Не можете идти, встаньте в том направлении. Не можете стоять, ложитесь. Не можете, а, значит, ложитесь и ползите. Не можете ползти, лягте в том направлении. Есть такое выражение. Да. Да, если хочешь достичь своей цели, беги в этом направлении. Не можешь бежать, иди в этом направлении. Не можешь идти, ползи в этом направлении. Если даже не можешь ползти, ляг, но в направлении нужном Да я не понимаю просто, в чём проблема-то Вот я думала, что ты будешь за это Она не ложится, не ползёт Она написала мне А это что? Это первый шаг Она идёт Человек учит английский Так, мы сейчас так колдим Да, да, да Да, хорошо Человек учит английский, так Человек учит английский, человек учит своё учёство Это как раз говорит о её, опять же, неспособности осуществлять свои мечты Потому что она не узнала, что в Канаде есть французские провинции, где говорят на французском И английские, англоязычные провинции, где говорят только на английском То есть, если уже ты так, в принципе, хочешь осуществить свою мечту Об этой мечте надо как можно больше узнать Она узнает, всё А вдруг она попадёт во французскую Хорошо, значит, правильно Мы, значит, ей говорим, что надо искать английскую Всё-таки английскую Да, изначально ей нужно Очки у меня упали А вот люди такие добрые Мало того, что подняли Ещё не наступили на них Не наступили, подняли И ещё мужчина говорит Бери, 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 говорят эти очки своей подруге В общем, короче Ну и что? До 55 лет она, может быть, хотела заработать пенсию Подушку безопасности себе в России Теперь она свободный человек Пусть едет Пусть едет Канада Всё окей? Так, есть что сказать ещё? Марина Такая ты, оказывается, добрая Я просто не понимаю темы, так сказать, разговора Что есть Тему потом назовём Которая мечтает Учит почему-то только английский Хорошо И дальше что? Ну вот я сказала, что на форумы надо И на этих форумах нужно Это Нужно и на форумах Покопаться и поискать Как всё-таки попасть в Канаду Ведь это страна её мечты А меня радует, что она в 55 лет ещё полна энтузиазма Работать кем угодно Кем угодно И хочешь всё-таки исполнить свою мечту Я тоже не соглашусь с этим В принципе, если ты эмигрируешь Что такое 55 лет для Канады и Америки? Надо предположить, кем ты всё-таки в новой стране будешь работать Вариант первый, второй Сейчас я извиняюсь, что качаюсь Я пытаюсь умничку О, сейчас будет хорошо То есть сам, так сказать, постулат работать кем угодно Но меня не убеждают Писать, как мы тут выглядим Так, ну хорошо Будет ещё что-то сказать для... Так, значит, это... Мулатка, мулатка, я за тебя Давай, пытайся Пытайся, приедешь в 50... Вот, что я хотела сказать-то Вот, что я хотела сказать-то Ведь вот эти... Второй комментарий Вот этот комментарий Вот этих двух женщин Они меня натолкнули на мысль Что в нашей жизни очень много всегда стрессов И всегда очень много всяких трудностей Но если бы мы смотрели на них С позиции эксперимента и челленджа Что как рассматривали бы все эти трудности Которые были в нашей жизни Вот в прошлое, оглядываясь в прошлое Если бы мы на всё смотрели Как в виде какого-то эксперимента Какого-то челленджа То мы бы намного легче бы всё это преодолевали А вот справлюсь я, не справлюсь Вот интересно Даже если я буду бомжом А вот кто-нибудь... Да, и серия работать с кем угодно Как в фильме «Игра» Очень хороший фильм Кто не смотрел, посмотрите Он старинный Когда он до последнего не знает Это игра Когда он остался без банковских карточек Без всего За ним преследуют Его пытаются убить И он до последней секунды фильма Не знает, это игра Или действительно Он нарвался на каких-то мошенников И они хотят его убить Вот И он потерял все свои деньги Все сбережения Все связи Все на свете И если бы мы смотрели на всё Как на игру Как на какое-то интересное приключение Что выживем, не выживем В последние минуты Нам кто-то протянет руку Да? То тогда Мне кажется Вот намного было бы проще Преодолевать все жизненные трудности Все жизненные передряги И если она сейчас 55 лет Вот так будет смотреть А вот попробую Попробую Поеду Тогда получится Не получится Под мостом буду ночевать Ну и что? Выживу Никто не спорит Что я под мостом можно жить Как к реалити-шоу Выживу, не выживу На вокзале Под мостом Там то сё Ну вот Буду Ну ты думаешь Что эта дама мулатка Добрит твои пассажки Выживу, не выживу Как бы настроиться На самый худший вариант Возьму шубу Буду даже там Если мороз А то сё Но как бы Относиться Как к жизненному эксперименту Вот то, что у неё будет Как к жизненному эксперименту Марин А почему бы не попробовать Если есть какая-то бабушка Которая в 90 лет Раз и стала путешествовать И везде ей подставляют руку Находятся волонтёры Находятся это Она объездила весь мир Ей 90 с лишним лет Значит у неё есть Какие-то личные качества Что ей все протягивают руку То есть надо тресно на себя Посмотреть со стороны Она выкладывает Где-то там видео И какие-то там Коротенькие фотографии В этот в инстаграм И люди как бы На её стороне И вообще короче Это вот такой вот Как бы Ну умеет манипулировать людьми Нет не манипулировать А вот такой подход Вот такой подход Бог ей помогает Нет ей Бог помогает Как не манипулирую Люди сразу прощучивают Все манипуляции Ей просто помогает Поэтому она и перемещается С одного места На другое Что где-то её Расносывают Если у Мулатки Все тылы Есть куда вернуться Тылы у неё все Что? У неё есть куда вернуться Есть куда вернуться Тылы у неё Всё в порядке Пенсия капает Там 10-15 тысяч Рублей капает Ей каждый месяц Всё схвачено Всё устроено Почему бы не попробовать Почему бы не попробовать Пусть пробуют Так второе Второй комментарий Готово? По Канаде всё? Все свои страшные истории Я по этому поводу рассказала Пока что По Канаде всё Второй комментарий Интересный Значит Женщина пишет Она как бы за Когда она там Под нашим видео Где мы рассказываем Про Америку То есть всё Про 55 плюс Как люди устраиваются Не устраиваются По-всякому Вот она пишет Что я Она пишет Что её зовут Елена Какая-то фамилия Кулик Не могу ошибаться Но по-моему Елена Её зовут Елена Вот она пишет Что значит Она в 89 году Прошлого века Уехала на север Работала в Газпроме И продолжает работать Это немножко другая Совершенная история Другая как бы тема Вот она пишет Что Заработала себе Северную пенсию И в 50 лет Начала получать Вот эту северную пенсию А сейчас ей 57 57 ей И она Не хочет На пенсию Она уже Материально похоже Что обеспечена У неё есть Какие-то сбережения Наверное У неё есть северная пенсия С 50 лет Ее 57 То есть 7 лет Она получает И пенсию И зарплату И работает в Газпроме И она говорит Что Она Категорически Не хочет на пенсию Это другая Марина История Другая Категорически Не хочет на пенсию Она говорит Что Когда ей говорят Почему ты не хочешь выйти на пенсию Она говорит Для меня пенсия Народы не люблю И говорит Для меня Она говорит Так что Я представляю Что я полежу День на диване Два на диване Три на диване А что потом Вот И она говорит Молодцы все Кто уехал Кто куда Кто куда Молодцы уехали Если бы мне сейчас предложили Я бы тоже поехала И она говорит Кто Что ей предложат Ну хорошо Ну вот Понимаешь Нет Тут как бы я тебе хочу Про другое Не про то Что молодцы все уехали А вот Что человек 57 работает И не хочет уходить на пенсию Она заработала Северную пенсию Я так прикинула Что северная пенсия Если переводить На наши Американские деньги Ну где-то 3000 долларов Как думаешь Северная пенсия В России 3000 долларов Нет Если бы у нас Здесь была бы Северная пенсия То по нашим Где-то меркам Где-то Это приблизительно 3000 долларов Вот если бы тебе Сейчас бы дали Северную пенсию 3000 долларов Каждый месяц Ты бы работала Да Работала бы Потому что моя первая реакция Когда я прочитала ее комментарии Я подумала, ну я бы, наверное, не работала Я бы нашла, чем заняться Мне было бы так интересно Потому что масса чему есть заняться Если тебе капают деньги Да, но ты же сама говоришь Что нужно заниматься тем, чем тебе интересно Если мне интересно на работе Почему я не должна работать И у меня есть здоровье Вот тебе интересно на работе Но на работе, насколько я знаю У тебя очень много стрессов Усталость накапливается Вот сейчас массажик сделали Так это адреналиновая зависимость сейчас называется Что хочешь получить адреналин Все это уже физиологи И психологи все это просчитали У нее, видимо, так же Наверное, есть сила и здоровье Почему нет? Только я совсем не понимаю А что в 57 лет в России Я уже давно из России Нельзя устроиться кем угодно Это два раза с человека Сначала была канадская Я понимаю В России можно в 57 лет Если ты уходишь по основной специальности Я не знаю кто Например, она инженер А зачем? У нее хорошая работа Она ее устраивает в Газпроме Она хочет остаться на этой работе Потому что когда я посмотрела И прочитала этот комментарий Я подумала Ну вообще Ну если бы мне, допустим Капало бы 3000 долларов Предположим Ну да, конечно Это не так много Но хорошо 4-5 если бы капало То есть 4-5 капало бы Я бы не стала работать Мне кажется Но потом Прошло время Я все время как над этим комментарием Думала, думала, думала Думала А потом думаю Все-таки каждая работа Она нас развивает Каждая работа Она дает нам какие-то знания Вот каждый день Что-то приносит новое Каждый день мы чему-то растем Чему-то обучаемся И как бы Ну как бы Вот сколько у меня там было Миллион работ в Москве даже Все равно Они все чего-то дают Все чего-то дают То есть в принципе Как бы Как говорят Как говорят немцы Недавно я прочитала Work makes us free Work makes us free Работа делает нас свободными Но эти же слова Были написаны На каком-то там Освенцами Или где-то там Фашисты написали Что работа делает нас свободными Может быть не работа делает нас свободными А деньги, которые мы получаем за работу Делают нас свободными Но если у человека уже есть деньги Уже ему капают Хорошие северные У нее есть сбережения Как бы вот это вот Как бы стоит ли человеку Работать в 57 Ответ очень для меня простой Если ты хочешь работать Работай Не хочешь не работай Просто люди разные Просто Я не знаю даже Как развивать эту тему Просто зависит От людей Кто-то говорит Боже, я не могу дождаться своей пенсии Хорошо Вот давай Тебе вдруг капают Каждый месяц 3000 долларов Будешь работать? Буду 4000 Будешь работать? Буду 5000 Буду 6 Буду 10 Буду Вот тебе каждый месяц 10 тысяч долларов Ты будешь работать? Буду Я нет 10 я остановлюсь 100% Марина Ну не будешь Ну не будешь ты работать 10 За 10 Потому что для меня Это социум Это моя жизнь Сейчас Я действительно Полносила И еще не такая Полносила Или приползает В 8 вечера Да Но я восстанавливаюсь Это опять Неинтересно Почему нет? Это часть моей жизни А сейчас будешь делать массаж? Да Сейчас еще буду делать фитнес Массаж И все остальное Почему нет? Я просто не понимаю Тему Ты же знаешь Что я уже давно Живу в Америке И для меня так Хочешь Делай Главное Чтобы это другим Не мешало Не хочешь Не делай И все Знаю 10 бы не стало Это как у Ильфа И Петрова 2000 Я тоже не люблю Вязать и шить Я тоже не люблю На огороде Я очень умею Но я тоже понимаю Что когда человек Дома Я знаю Что есть такие тенденции Что человек начинает Лежать в кровати Смотреть интернет И как бы есть Такие тенденции Что Как я недавно Слышала такую фразу Что болезнь Любит кровать То есть человек Вот как бы в кровати Залеживается И все У него куча болячек То есть все А работа заставляет нас Все таки К активному образу жизни Работа заставляет нас Причесываться Накрашиваться Краситься Идти Как-то в тонусе быть Чего-то там Бегать на работе Как-то активно там Развиваться Вот это да Но в то же время В то же время Есть и минусы Что человек Надо без работы Если у него есть деньги То он более свободный Он может то, сё, пятое, десятое Очень много всего Что значит есть деньги Деньги Постоянный доход Который сегодня есть Или который есть сегодня И который нет И является ли удовольствием Для человека Целый день лежать на диване Нет Вот в том-то и дело Каждый год делать Кругосветные путешествия Я не знаю Например, я бы не захотела Каждый год Лезать в кругосветные путешествия Есть такое понятие Как волонтерство Ты можешь свои силы Вот без этого стресса Без этого страха Без всяких вот этих Негативных моментов Которые бывают на работе Ты можешь себя волонтером Использовать Я, конечно, могу быть волонтером Но я ещё получаю удовольствие От того, что я получаю Кругленькую сумму Каждые две недели А если тебе десять тысяч Ты получала бы Ну, вот ты, пожалуй Получала бы Десять тысяч каждый месяц Долларов Не рублей С ещё большим удовольствием Быть получала Каждые две недели Почему нет? Нет, ты не работаешь Тебе Ты получаешь десять тысяч Я буду работать Пока у меня есть такая возможность Физическая Ну, то есть К этим десяти Ты прибавила бы свои Да Да Да, почему нет Так, на скольки ты собираешься работать? Не знаю Пока у меня есть Моё состояние И хотение Как это по-русски? Хотение, да? Работать? Да, хочу Пока мне интересно Вот я себе могу позволить Сейчас свои там Пятьдесят восемь Хотите или не хотите? Не скрывает Не скрывает Нет, не скрывает Кстати, на год старше Елены Да Кулик По-моему, она Кулик Елена Кулик Елена, если я вашу фамилию не правильно знаю И не надо забывать, что в Америке я могу выйти на пенсию в шестьдесят семь Можешь в шестьдесят пять? Могу в шестьдесят пять Ну так, чтобы получать сто процентов Мой год рождения Шестьдесят семь Слушай, сколько там мы уже наговорили? Угу До сорока лет Даже для людей до сорока То есть женщинам уже в сорок найти проблемы Работают Ну там состояние экономики, наверное Ну всё там Там всё Поэтому им меньше рабочих мест Насколько я понимаю Но если раньше мужчины выходили в шестьдесят Женщины в пятьдесят пять Те, кто по льготам выходили в пятьдесят три В пятьдесят пятьдесят три Мужчины выходили в пятьдесят пятьдесят семь А сейчас он сделал, что все выходят Женщины в 60, а мужчины в 65 И что, это в 60 понравилось русскому народу? Нет, не понравилось Прошли митинги, они перешагнули через эти митинги и дальше Ну, какое правительство выбрали? То есть теперь, получается, какие минусы? Пенсионеры становятся людьми уязвимыми У них нет вот этой подушки безопасности в виде 15 тысяч рублей Которые у них были, и они еще где-то там работали То ли работали, то ли не работали Кого как здоровье позволяло, у кого как ситуация позволяла А теперь они сидят на своих местах Их могут вытурить, но там какие-то угрозы, что якобы их вытурить нельзя Но они занимают места молодежи, которая также не может найти работу Ну, я не думаю, что надо сталкивать это разумно и правильно Сталкивать молодежь и пенсионеров Просто нужно создавать больше рабочих мест для молодежи А где-то я уже это слышала Тогда они не будут претендовать на пенсионеров Где-то я это уже слышала, да Надо, надо, надо За 30 лет не создали рабочих мест На 30 лет не создали ничего Каждый народ достоин своего правителя Это сказали очень давно Так, что я могу сказать Так, возвращаемся к мулатке Езжайте 55 лет в Канаду Будет лучше, хоть что-то заработайте себе И учите французский язык И французский, и русский, и какой угодно Все вместе Неизвестно, вот как Люда сказала Может и под мостом придется жить Французский Надо быть готовым, готовым ко всему Ко всему А вдруг повезет и будет все хорошо А вдруг, да, действительно Чего вам и желаем И страна не бросит, страна подставит плечом А если по всяким там легальным программам Вот набрала IT-поинты На ПМЖ переехала Только не забывай, что под мостом В Канаде живут люди, которые не хотят работать Да Им предлагают, их устраивают Это их право Да Не потому, что Есть шелтеры, есть все на свете Там есть убежище Специальные работники, которые устраивают Но люди делают выбор Я не хочу работать И живу под мостом Если, ну, это их выбор Вот опять Я уже тысячу раз рассказала этот случай Но расскажу Про своего знакомого мексиканца Значит, у него сестра Жила Даже, по-моему, это был гражданский муж И он ее поколотил И она, будучи нелегалом Имела двоих детей И она позвонила в 911 Приехала полиция Ее забрали в шелтер Его там не знаю, что ему было В этом шелтере она прожила С двумя детьми Совсем коротенькое время И ее определили Ей дали квартиру На две семьи В одной комнате была одна мама Такая же побитая Значит, с двумя детьми В другой была она И они там прожили год Вот, как бы, коммунальная квартира А потом ей, нелегалу С двумя детьми Ей дали квартиру В Манхэттене В этом Восточной части Манхэттена Ей дали квартиру Государственную И она за нее платила Там, допустим, 100 долларов В месяц Будучи нелегалом Работал социальный работник Наверняка И еще потихонечку Работает Получая всякие субсидии И потихонечку Работает этим Прикмахером Вот Мексиканская молодая женщина Вот это на тему Как бы это Что страна подставит плечо Хотя сейчас Трамп Как бы более лютует Лютует И более так Жестко обходится Со всеми нелегалами Но все равно Это я лично знаю этого человека Которое вот так вот Произошло С сестрой Есть еще что сказать Нашим телезрителям Будем прощаться Нет Что по поводу Первого случая Давай, конклужен Первый случай Второй случай Первый случай я уже сказала Это смешно Для меня Ничего не смешно Мулатка я на твоей стороне Так, второй случай Давай Второй случай Работаем Понимаем Работаем 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 Я точно не работаю Какая разница Главное, чтобы быть счастливым И все Главное, чтобы Ты делаешь то, что ты хочешь Вот это хороший вывод Главное, чтобы вы были счастливы Ну все Всем пока Всем пока Увидимся еще Пишите ваши комментарии Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И нажимайте на колокольчик Чтобы приходили уведомления Все Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok